МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Угон самолёта Сургут-Москва, серия ДТП в Сургуте и районе и задержание мэра Нефтьюганска Сергея Дегтярёва. Здравствуйте! В эфире программа что произошло, в ближайшие несколько минут мы расскажем о самых заметных и резонансных ЧП в нашем городе и югре. В студии Дмитрий Круковец мы начинаем. Пассажир рейса Сургут-Москва во вторник, 22 января, совершил попытку угона самолёта. После того, как лайнер аэрофлота поднялся в воздух, один из находившихся на борту мужчин сообщил, что вооружённый потребовал направить борт в Афганистан. Пилот сообщил о ЧП на землю. Воздушное судно решили развернуть и посадить в ближайшем аэропорту. Им стал Хантамансийск. Захватчика уговорили произвести якобы дозаправку, мотивируя тем, что путь до азиатской стороны не близкий. Лайнер отогнали на самую дальнюю вертолётную стоянку. На борту находились 75 человек, в их числе пятеро детей и семь членов экипажа. Около шести вечера спецподразделения провели операцию по захвату злоумышленника. Он задержан. Мужчине 41 год, он из Сургутского района и ранее уже был судим. Возбуждено уголовное дело по статье «Угон воздушного судна». За это предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Поступившая информация о том, что самолёт, следовавший из Сургута в Москву, изменил курс по требованию одного из пассажиров. На основании этого командир принял единственное правильное решение – «Посадить самолёт в ближайшем аэропорту в Ханты-Мансийск». На место происшествия направлена специально созданная усиленная следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ФСБ России. Пилоты самолёта компании «Аэрофлот», который был захвачен на пути из Сургута в Москву, рассказали о своих действиях в сложившейся нештатной ситуации на брифинге с журналистами. С того момента, как лётчикам стали известны требования угонщика, они не прекращали связь с землёй, доложили ОЧП в Центр управления полётами своей компании и сразу же начали поиск ближайшего аэропорта. В то же время через стюардесс пилоты общались с захватчиком, которого убедили в отсутствии топлива для полёта в Афганистан. Пассажиры до момента приземления не знали о том, что лайнер угнан. Пилоты объяснили это тем, что подобная информация может вызвать панику на борту. Получены были рекомендации от органов внутренних дел через диспетчеров, что не стоит предпринимать попыток о его задержании самостоятельно. По моим данным, пассажиры чувствуют себя комфортно, абсолютно спокойная обстановка. Некоторые из пассажиров, как мне известно, стали позднее. Не все до конца понимали, что происходит. Я считаю, это хорошо, что у нас получилось создать такую обстановку, чтобы это не вызывало панику на борту. Захватчика самолёта аэрофлота в среду 23 января арестовали на два месяца. Суд в Ханты-Мансийске избрал обвиняемому такую меру пресечения, согласившись с доводами следствия. Заседание прошло в столице Югры. Ранее Павлу Шаповалову предъявили официальное обвинение. Следователи назначили мужчине психолого-психиатрическую экспертизу, исходя из того, что он не был пьян, в крови не обнаружено и следов наркотических веществ, а вот поведение пассажира было неадекватным. На основании изложено руководство статьёй 108 УКВЛ, профессиональный год с респирацией суду, постановим. Избирать Шаповалу Павловичу меру пресечения и испечения пострады на срок два месяца, то есть до 22 марта 2019 года. Постановление суда понятно, Шаповалов? Да. Порядство с этим жалом понятно? Да. Судебное состояние сегодня окончено. Судебное состояние сегодня окончено. помощь, он отказался. Водителю иномарки грозит штраф за непредоставление преимущества в движении пешеходу. В среду утром в ДТП на трассе Сругут-Нижневартовск погиб человек, столкнулись грузовик Века и внедорожник Хендай Сантафе. Удар был такой силы, что джип превратился в груду металла, в которой с трудом можно узнать очертания автомобиля. На месте скончался водитель корейской иномарки. Точные обстоятельства трагедии и её причины установят полицейские. Ещё один человек пострадал в аварии в среду. На Нефтьюганском шоссе недалеко от кольцевой развязки с 30 лет победы столкнулись две машины. По предварительным данным водитель Лады Приора не учёл дорожные условия, не справился с управлением и попал в занос. Авто вынесло на встречную полосу под Хонду Фит. В результате обе машины получили механические повреждения, а пассажирку японской иномарки госпитализировали. Крупное ДТП на Мелик-Карамова. Авария произошла в четверг утром на пересечении с улицы Югорской. По предварительным данным, автомобиль Тойота завершал манёвр, пытаясь успеть проехать пересечение дорог на разрешающий сигнал светофора. В это же время, видимо, чуть раньше положенного на перекрёсток выехала Лада Приора. Столкновение попало в объектив камеры наблюдения. Видно, что после удара праворукая иномарка влетела в машины на встречной полосе. Участниками этого ДТП в итоге стали 5 автомобилей, травмирован 1 человек. В ГИБДД Сургутского района отчитались об итогах работы за прошлый год. Главное достижение – значительное уменьшение показателей смертности на дорогах муниципалитета. По итогам 2017-го аварии унесли жизни 62 человек. А в 2018 году погибших было 25. Кроме того, стало меньше и ДТП, и пострадавших в них людей. Такие результаты связывают с хорошим качеством дорожного покрытия, установкой на наиболее опасных участках магистрали отбойников, разделительных бордюров и других инженерных сооружений. Безусловно, наибольшее количество тяжких дорожно-транспортных происшествий у нас происходит на автомобильных дорогах регионального значения, где у нас самая большая интенсивность, самые большие скоростя, ну и самое большое количество правонарушений, которые совершают наши водители. А в ГИБДД Сургута введен усиленный вариант внесения службы. Пешие и мобильные наряды приближены к пешеходным переходам города. Не исключение и руководящий состав госавтоинспекции. На дорогу вышли заместители начальника ГАИ, группа пропаганды, руководители отделов. Связаны эти меры с тем, что в Сургуте существенно осложнилась дорожно-транспортная обстановка. За неполный январь зарегистрировано свыше трех десятков аварий, в которых более 40 человек получили травмы. Усиление будет действовать до конца месяца, а водители просят быть более внимательными. Ну, если говорить языком цифр, то мы уже на сегодняшний день закрыли январь месяц по показателям аварийности прошлого года. К сожалению, ряд АТП связан с наездами на пешеходов. У нас только буквально два дня назад за день было зарегистрировано четыре наезда на пешеходов, все на нерегулируемых пешеходных переходах. В связи с этим было принято решение руководством ГИБДД и УВД города Сургута перевести личный состав отдела ГИБДД города Сургута на усиленный вариант несения службы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Похитил у одноклассницы больше миллиона. Следственный отдел по Сургуту завершил расследование уголовного дела двух подростков, которых обвиняют в краже в особо крупном размере. По версии сыщиков, в прошлом году молодые люди 15 и 16 лет взяли ключи у своей одноклассницы и украли из квартиры деньги и украшения на сумму свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей. Владельцы заметили пропажу, когда средства понадобились на дорогостоящее лечение. За несколько месяцев обвиняемые потратили украденные деньги в казино и кафе. Дело передано в суд. В Нефтьюганске в четверг задержан глава города Сергей Дегтярев. В администрации муниципалитета весь день работали следователи центрального аппарата СКР и сотрудники ФСБ. Градоначальнику, по данным различных СМИ, вменяют в вину превышение должностных полномочий и взятку. Обыски затронули и мэрию, и квартиру Дегтярева. Поводом может являться подписанное ранее соглашение между частным инвестором и администрацией муниципалитета по передаче прав на земельный участок. В одном из микрорайонов города изначально должен был появиться жилой дом, но после продажи эту территорию планировали передать под возведение гипермаркета. Сделка не единожды оспаривалась в суде. На этом все. Это была программа «Что произошло?». Вступайте в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Предлагайте и публикуйте свои новости. Я, Дмитрий Круковец, с вами прощаюсь. Берегите себя. Дмитрий Круковец, с вами был Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok